А невозможно лето без велосипеда Велосипеда Это было в далеком 2011 году Мы тогда со знакомым устраивали покатушки по фортам Гродинской крепости И вот на одну из них приехал мой муж И там познакомились Со временем стали кататься вместе каждый день практически А потом, спустя практически год, прославились на всю страну Тем, что в ЗАГС поехали на велосипеде Да, совершенно верно Об этом до сих пор помнят И мы сегодня будем вспоминать именно такую интересную историю Вообще, к кому в голову пришла эта идея поехать в ЗАГС на велосипеде? Ну, в шутку мы между собой-то как бы обговаривали такую идею Ну, как бы познакомились, почему бы не поехать А потом как-то сидели по скайпу разговаривали с другом из Минского велоклуба Женя там есть такой И он предложил, ребята, почему не поехать вам на велосипедах, не заинтересовать народ Мы с женой тогда посидели, подумали, ну, раз людям интересно, может попробуем это сделать Ну, и загорелись идеи и начали осуществлять, воплощать нашу идею так как бы в жизнь То есть, ну, что вами двигало? Желание популяризировать этот вид транспорта? Либо все-таки сделать свою свадьбу какой-то эксклюзивной? Либо это просто вот такая вот дань велосипеду за то, что он вас свел? Ну, наверное, это отчасти и дань велосипеду, все-таки как бы благодаря ему мы познакомились и создали семью Но, наверное, и хотелось креатива и показать людям, что не обязательно иметь машины, лимузины Можно так хорошо сэкономить и, между прочим, сделать это действительно креативно Действительно, ну, правда Хорошо, вы подумали вдвоем Ира сразу согласилась? Нет, пришлось уговаривать ее Ну, немножко Ну, ее пугали, наверное, больше трудности, которые мы уже становились, если вы уже брались за эту идею Вот, ну, грубо сказать, если уже вдвоем что-то решать, ну, у нас это получилось, слава богу Вот, мы прошли довольно серьезный путь к достижению этой идеи Вот, и мы осуществили ее А сколько пришлось Иру уговаривать, чтобы она села в свадебном платье на велосипед? Ну, ее вот до момента того, пока она не нашла свадебное платье, вот и пришлось уговаривать Грубо сказать, у нее был самый большой страх, что она не найдет платье и не сможет просто проехать на велосипеде Потому что она вот принципиально хотела проехать не просто там в каком-то обычной одежде, приехать к заводу, там переодеться, а именно вот сесть на велосипед в белом платье и проехать на велосипеде в нем Ну, конечно, все девочки хотят быть в белоснежно красивом наряде в день своего бракосочетания Хорошо, Иру вы уговорили дальше, родители, как они встретили эту идею? Ну, с родителями... Судя по вашим глазам, да Вам было все гораздо хуже Они были, конечно, немножко в шоке от нашей идеи, долго отговаривали нас от этой идеи, говорили, зачем вам это надо, давайте как все Но в итоге мы не согласились с ними и сделали по-своему, но, как показывает время, сделали их хорошо То есть об этом не жалеете? Абсолютно Но платье было бы подлиннее в лимузине, свадебное? Нет Нет? Нет уже Несмотря на что, у нас, между прочим, есть фотографии с вашей свадьбы, свадебное платье, там тоже можно лицезреть В принципе, как, не тяжело было ехать, понимать, что тебя ловят камеры, тебя фотографируют, на тебя обращают внимание прохожие Вот как ты с этим справлялась? Вполне нормально, мне было приятно Внимание, почувствовала себя звездой Можно сказать и так, немножко, да А что было потом, вот после этого? То есть молодожены, они всегда-то в напряжении, целую свадьбу, все отдыхают, все пьют, гуляют А вы что? Тут двойная нагрузка Во-первых, это первая в Гродно такая свадьба или в Беларуси вообще в целом? Но в Гродно точно первая свадьба была В Гомеле была до этого свадьба До этого, ну ладно Мы говорим про свой город, вы у нас были первые И тут еще вот такое вот внимание со стороны прессы и вот всей общественности А сколько глазело-то возле ЗАГСа на нас людей? Очень много Очень много У нас, во-первых, колонна была очень большая У нас было порядка 300 человек, колонна Серьезно? Да, мы были сами очень удивлены, когда наши товарищи из Велогродно, из Минского велосообщества Присоединились к нам и поддержали нас в этот день И приезжали люди вообще с всех концов Беларуси, даже которых мы вообще первый раз видели Поэтому... И были даже велотуристы, которые проезжали через город Даже были журналисты, которые ехали из Польши, возвращались в Россию Узнали, что вот здесь такое мероприятие Заезжали под ЗАГС, брали интервью и ехали дальше, грубо сказать И потом себя показывали Но ведь и подготовка к свадьбе, и сам процесс, он тоже был связан с велосипедной тематикой Я взяла фотографии, когда там под ленточку на велосипеде и так далее Но подружки-невесты тоже молодцы Постарались Постарались, замучили? Ну, подготовили, так сказать Отгулять ко всему дальнейшему Потому что свадьба, это, наверное, как сходить на работу в две смены Отгулять свадьбу и еще такую, то это довольно сложно было Но что было потом? Вот прошло уже шесть лет Велосипеды остались те же свадебные? Либо уже прикупили себе новые? Ну, велосипеды свадебные остались Они есть Мы на них катаемся, но уже на даче Списали? Ну, нет, они не списаны Мы их поставили в запасники Они в запасники, да Мы катаемся, продолжаем кататься и на них, но только уже на даче Чтобы не возить с собой постоянно новые велосипеды Естественно, мы приобрели новые По лучшим качествам, так скажем Ну, и поудобнее, по комфорту Ну, наверное, когда приезжаете на дачу И предсказываетесь к нему, как раз-таки вспоминаете день своей свадьбы Это мнение, которое пришлось испытать в день бракосочетания Между прочим, журналисты нашей телевизорской компании тоже побывали у нас У вас на свадьбе Мы нашли записи, старые материалы, видеоматериалы С удовольствием покажем вам вместе с вами Вспомним Ну, я надеюсь, что слез не будет радости Воспомним, как оно там Даже если будет, это будут слезы счастья Ну что, давайте мы вернемся в 2018 2012 год Простите, это был июнь 29 число Это была первая велосвадьба в нашем городе У весельной веломании уже появились свои прихильники Гродинские веломатри, как только доведались о планах организовать такое веселье Вы решили обовязково долучиться до кортежа Это просто оригинально, это не какое-то банальное застолье Здесь люди могут проехаться на велосипеде, показать себя Что они за здоровый образ жизни Жениха с невестой при полном параде и на велосипедах В городу бачил першиню За взятые велосипедисты, за тое, как укоронить традицию Такие свадьбы в дальнейшем перестанут быть редкостью вообще Ну, начало положено, я думаю, что это очень хороший пример Потому что моя жена, допустим, не захотела в свое время Ну, пришлось пешком, то есть на машину Сами молодые говорят, что свое веселье у иншем формате И они навык и не уявляли Велосипеду, как основному сродку перемещения по городе Ирина и Дмитрий давно отдали перевагу Дарыши сустрелись и они так само, дякучи двухколесному транспорту Не было других вариантов, ну, не могло быть Потому что вся жизнь связана с велосипедом Нас полгода все отговаривали, но мы настояли на своем И добились своего Выкликать фурор у городе вынаходливым молодым удалось Прохожие, убачивши незвычайно весельный кортеж, заставалися вельми ускваляванными и ураженными Почему бы нет? Необычно, и все с удовольствием прибежали Запомнили все на всю жизнь Капожитявить такую велосипедную идею молодым пришлось Свернуться до городских улад Весельный кортеж по всем шляху сопровожали супрацовники ДАИ Гродинские веломаты распадаются Такий весельный прецедент Только посприяет тому, что велосипед Как сродок перемещения по городе Станет еще больше популярным у насильництва областного центра Ну что, жених и невеста находится в нашей студии Это Ирина и Дмитрий Левкевич Вы обещали, вот сейчас мы все слышали Вы обещали, что на годовщину свадьбы будете кататься на велосипеде На любую годовщину, либо как вообще, получается ли? Ну, иногда получается, иногда, конечно, нет Разные ситуации бывают и разные дни Где-то работаешь, где-то не можешь вырваться Ну, зачастую, конечно, у нас уже ребенок подрос И большинство времени мы проводим на велосипедах вместе с ней Сколько ребенку? Четыре с половиной У нас девочка Девочка Вот расскажите, какая будет свадьба у девочки? Это будет тоже свадьба на велосипеде У нашего ребенка, я думаю, что она нас еще удивит в свое время Потому что креатива ей не занимать Даже уже в таком юном возрасте Думаю, что свадьба точно необычная будет Но вы готовы? Вы не будете охать и ахать? Ну, если мы на это пошли, то я думаю, что ребенка мы только сможем поддержать В ее начинаниях Хорошо, посадили ли вы родителей на годовщину своей свадьбы? И свадьба-то у нас была непростая чугунная, я посмотрела, шестилетний юбилей с одной свадьбы Ну, родителей мы не посадили Но одна из бабушек уже катается с внучкой возле дачи на велосипеде Ну, прогресс есть Прогресс есть Ну, а спустя шесть лет, может быть, это произошло раньше Родители согласились с вашей идеей? Либо где-то там в сердцах до сих пор вам припоминают ваш свадебный день? Нет, они... Не все, как у людей? Отец мне до сих пор припоминает, что долго не мог согласиться на это Ну, вот буквально недавно он сказал, что я наконец-то уже созрел Понял, осознал, что вот это было интересно Готовы? Да То есть вот спустя эндое количество лет все-таки родители пришли к тому? Да Хорошо, вас узнавали после этого в городе? Да, в принципе узнавали Первое время, да, очень часто узнавали, что вот, это велосвадьба у них была Да, потом со временем, конечно, все это забывается Мы сейчас нагоним вторую волну Периодически Средства массовой информации вспоминают об этом И люди, конечно, вспоминают о нас Но с вас, я читала, какая-то пара тоже взяла пример Уже была очередная велосвадьба в нашем городе Да, была очередная Ребята у вас не консультировались? Ну, они принимали участие в подготовке к нашей свадьбе Поэтому они, в принципе, знали Они уже знали, что к чему Ну, хорошо, если кто-то тоже решил вот так вот в ЗАГС поехать на велосипеде Мы сразу сделаем акцент, что это очень хорошая креативная идея Во-первых, вы экономите деньги, да? Да Можно и так сказать Во-вторых, на вас обращают внимание Очень много таких вот интересных плюсов Это, правда, яркое событие, которое до сих пор вспоминается Вот 6 лет как бы прошло Но а какие, может, минусы? Вот что-то такое было, вот что хотелось бы исправить? Либо это можно исправить и можно пожелать будущим велосвадьбам Вот обратите внимание на этот момент Ну, во-первых, подготовка к такой свадьбе должна начинаться за очень... Полгода, как минимум Ну, к обычной свадьбе начинают за полгода Ну, тут идет речь о том, что если велосвадьба хочет... Ну, если хотят ехать по проезжей части То это, естественно, согласование маршрутов с госавтоинспекцией и с городом Ну, а если... То есть у вас тоже было согласование? Да, обязательно По проезжей части велосипедисты не имеют права ездить По правилам дорожного движения Да, тем более такая группа, это массовое скопление Поэтому нам пришлось согласовывать Это был длительный процесс Но нам повезло И ГАИ, за что мы очень благодарны им Поддержали нас и разрешили ехать по дороге А также сопровождали нас Ничего себе! Весь маршрут Нас сопровождало два патрульных автомобиля Один спереди, один сзади До конца... Фактически до ресторана Я просто теперь понимаю Насколько теряют люди и в деньгах И вообще в эмоциях Когда они едут в ЗАГС на лимузине Никакого сопровождения с мигалками и так далее Просто нечего будет потом вспомнить Ребята Я знаю, что велосипед до сих пор остается в вашей жизни Таким вот важным-важным элементом Вот недавно у нас прошел веломарафон в Суседии Вы принимали самое непосредственное участие Вы помогали, принимали участие в организации этого мероприятия Это уже восьмой по счету Восьмой, да Марафон, как все прошло-то? Отлично Была буря положительных эмоций Все прошло очень замечательно Отзывы положительные Да, есть мелкие недочеты Но это как в любом соревновании Как в любом мероприятии Есть какие-то плюсы, есть минусы Которые мы со временем будем исправлять Каждый учится на ошибках Ошибки бывают у всех Естественно И у взрослых, и у детей В субботу прошел веломарафон? Да Что вы делали в воскресенье? Только честно Чуть-чуть отдыхали Чуть-чуть отдыхали Я думала, что это целый день Мы должны были собраться, отсыпаться, наверное Потом собраться как-то вот со всеми организаторами Было уже вот какое-то такое вот собрание по итогу? Вот в воскресенье как раз-таки Мы с утра немножко выспались Постарались А к вечеру мы собрались с нашими любимыми, дорогими волонтерами Чтобы спросить у них, как, что прошло, что было плохого, что было хорошего Ну и обсудить на будущее наши планы А чем запомнился именно вот этот веломарафон? Что в нем было такого интересного, особенного? Ну в этом году мы впервые за 8 лет использовали хронометраж То есть на номера мы клеили чипы И отметка была старта И финишировали То есть время подавалось уже в программу согласно этому чипу Вот это было первый раз у нас такое В ногу со временем В ногу со временем, да Хронометраж нам очень помог Мы, наверное, будем продолжать пользоваться этой системой Поэтому это очень большой плюс Еще у нас был станок На котором можно было адаптировать велосипед под себя То есть он измеряет длину рук, длину ног Ну полностью ты садишься на станок И тебя могут подобрать по твоим параметрам велосипед Какой тебе подходит То есть мы не на своих велосипедах приезжали к вам? Участники приезжали? Нет, приезжали участники на своих велосипедах А потом регулировали? Просто можно было отрегулировать и подобрать для будущего себе велосипед Детская трасса тоже была? Да, конечно Но вот здесь вот меня интересует момент Был же и победитель среди детей? Да, были победители Получается, были те, кто проиграли, как бы так сказать? Взрослые, это понятно А дети? Они же расстраиваются Что вот этот мальчик или девочка стали победителем А я нет, я вот проиграл, я просто участвовал Либо как? Как вы с детьми-то поступаете? С детьми у нас очень трепетное отношение к детям У нас нет проигравших У нас каждый ребенок получает диплом То есть и маленький подарок от спонсоров Поэтому ни один ребенок не был обделен Все получили дипломы, подарки Все были счастливы и довольны Плюс у нас была разминка перед стартом детского марафона Детского велозаезда Поэтому детям было очень весело Еще хотела вас спросить Вы разыгрывали подарки Достаточно неплохие подарки Это были телефоны, планшеты и какой-то необычный велосипед Нет, велосипед мы только разыгрывали Только велосипед разыгрывали Кому он достался? Достался велосипед участнику из Минска Дмитрий его зовут Что Дмитрий такого сделал? Чем вас удивил? Преодолел дистанцию? Пролетел, я даже не знаю, пропрыгал на велосипеде Ничем, абсолютно Это была просто чистая лотерея Из волшебной коробочки был просто достан его номер Любой участник Любой участник мог получить велосипед Любой абсолютно зарегистрировавшийся участник Мог получить этот велосипед Но удача улыбнулась участнику из Минска Будем надеяться, что удача будет улыбаться и нам с вами Если не в качестве не с велосипедом Но с каким-нибудь другим очень приятным событием Я вас благодарю за то, что вы пришли Я надеюсь, что вы придумаете еще какое-нибудь креативное действие С велосипедом, либо нет Но обязательно прославите наш город снова на республику Расскажете об этом событии Спасибо, ребят, счастья вам Ну и с прошедшим праздником Спасибо большое Спасибо, но в продолжении час я вам скажу по секрету Что вело-марафон «Суседи» Вот именно на нем побывала и наша съемочная группа Все подробности вы увидите в сюжете Ну а я приглашаю в наш эфир следующих гостей Переставайте с нами Семья Санюкевича еще пару месяцев назад оставила свободным от планов 21 июля День икс настал И сегодня отец семейства готовится к 40 километрам А вот дочка Виолетта уже успела получить грамоту Первые 100 метров проехали дети Для них специально организовали небольшой заезд Первый раз приехали на такой веломарафон Очень рады посетить такое событие Поучаствовать, возможно занять какие-то места Вот дочка заняла не первое место, но получила грамоту Очень довольна Ребенок, сын подрастает Очень любит кататься на велосипеде В следующих годах будет участвовать Да, будем готовиться теперь, стараться Чтобы занимать призовые места И в следующий раз поедем всем вместе на какую-нибудь дистанцию На старт традиционного веломарафона «Суседи» Вышли около 700 человек из Белоруссии, Польши, Литвы, Латвии и России Трассы марафона проходят по живописным местечкам Августовского канала На выбор участников три маршрута разной протяженности От 7-километрового мини-марафона до 68-километрового полноценного марафона Самый же популярный участник в 40-километровый полумарафон Возрастных ограничений нет Самому взрослому участнику больше 70 лет А самому маленькому нет и двух Когда-то 8 лет назад, или 9, или 10 Мы первый раз ездили в Польшу Увидели этот марафон И решили провести что-то подобное И вот уже проводим здесь Смотрите, сколько людей приехало из всей Белоруссии Мы очень рады, что к нам приехали гости И не только из Белоруссии, и из Польши, и из Литвы, и из Латвии, и из Европы Вот, этот марафон, ну, объединяет любителей велосипедного спорта Олеся Семашко третий год подряд испытывает себя на прочность Вместе с участниками веломарафона «Суседи» Девушка готовилась к длительному заезду И готова побороться за медали Ну, я готова, чтобы побеждать Хочу сегодня выложить на все 100 Надеюсь, что у меня все получится Выступаю за команду «Белогродно» Вот, ну, буду очень сильно стараться Еду полумарафон Вот, но у меня боевой очень настрой И очень хорошее настроение, потому что погода хорошая Организаторами марафона выступают Гродненский райисполком и общественное объединение велосипедистов «Белогродно» Среди иностранных гостей есть те, кто пересек границу на велосипедах В сезонном пункте пропуска «Лесная рудавка» Это быстро, удобно, доступно, считают гости из Польши Они, как и многие иностранные туристы, воспользовались возможностями безвизового режима Действующего на территории парка «Августовский канал» В этих велосипедных соревнованиях здесь все равны Здесь отбора никакого нет Рейтинга такого, чтобы не допустить соревнования Здесь участвуют все, кто любит велосипед, кто хочет попутешествовать Почему проводится на «Белогродно»? Потому что здесь очень притекательное место, интересное для всех Многие участники заезжают за день, за два до соревнований Знают, что детская группа целую неделю здесь стояла лагерем, тренировалась Многие остаются еще до понедельника здесь То есть здесь не только сам процесс соревнований в велоспорте Здесь наслаждаются люди природой, наслаждаются общением прежде всего Кроме красивой природы, объектом внимания стал Андрей Габинский Вместе со своим уникальным велосипедом Участник сменил городской асфальт на пересеченную местность Двухколесный транспорт собирался вручную Из ясеня сделаны рама, передняя вилка, руль, деревянные даже брызговики над колесами Правда, велосипед не имеет систему переключения передач Принимаю участие уже второй год подряд В короткой дистанции 7 километров Так как это больше прогулочный велосипед То есть он не для езды по лесу, а больше все-таки по городу По окрестностям города Показал себя в прошлом году с хорошей стороны Хороший результат Стартовал последним Финишировал 45-м из 175 участников В этом году немножко опоздал на старт На 5 минут позже стартанул, уже все уехали Приехал, за мной еще 20 человек догоняли меня В этом году, конечно, дал сбой Сам не ожидал, на большой скорости у меня слетела цепь То есть нестандартная ситуация В принципе, для стандартного велосипеда Справился, руки немножко испачкал и поехал дальше Дистанции необычные Есть как участки с гладким асфальтом Так и узкие лесные дорожки Песчаные спецучастки, болотистая местность Участников ожидают и водная преграда Преодолеть которую необходимо вброд Среди новшеств нынешнего веломарафона Это система электронного хронометража А главным велосудьей пригласили представителя Польши Который дал высокую оценку организации события Лепший старт и лучшая организация Огромное, огромное спасибо им за такую организацию Высокий позиум, высокая класса Жек бы я экстракласс Веломаршрут на августовском канале планируют включить Международную велосеть Это значит, что приток туристов увеличится А интерес к такому времяпровождению будет расти с каждым днем Мы продолжаем программу Я с удовольствием познакомлю вас с нашими очередными гостями Между прочим, всех их тоже объединяет любовь к велосипеду Правда, велосипеды у них разные Вот вы можете обратить внимание Сейчас у нас как раз таки в студии Велосипед совсем необычный О нем обязательно расскажет Ашурик Антон Добрый вечер Добрый вечер Далее представляют наших гостей Это Кирей Александр Федотов Александр и Мельников Андрей Здравствуйте вам, дорогие мужчины Спасибо за то, что вы нашли время И забежали на наш вечерний огонек Ну что, я насколько понимаю Наши Александры, они тоже имеют самое непосредственное отношение К этому веломарафону, к суседям Ваши эмоции Что запомнили вы после всего того, что пришлось сделать В качестве организаторов И после того, как проснулись в воскресенье Вы понимаете, что это все уже закончилось Все позади Что в первую очередь вспомнили в воскресенье с утра Либо в обед Я не знаю, кто когда из вас проснулся Ну, у меня была попроще задача Я занимался разметкой трассы Ну, в этом году как-то все мы успели сделать пораньше Закончить разметку пораньше Руку набили уже, не первый год Да, опыт уже у меня И лишители 7 лет, я занимаюсь разметкой Ну, и еще успел поволонтерить И успел поучаствовать в гонке Даже в гонке? Да А организаторы могут принимать участие в гонке? Ну, я как не организатор, а волонтер А, как волонтер Да А много таких волонтеров? Ну, даже еще один из организаторов Получилось у него так поучаствовать Он был директор трассы Тоже трассу разметил И успел поучаствовать в гонке тоже Как успехи? Всего волонтеров было около 100 человек Около 100 человек волонтеров? Ну, всех вместе. Организаторы с волонтерами, примерно 100 человек, команда. Ну, это, конечно, количество. Я даже не знаю, вы где-то собирались в каком-то помещении, либо это все открытые пространства были для того, чтобы обговорить какие-то правила? Это довольно непростая работа, управлять таким количеством людей. Конечно, приходится собирать заранее волонтеров. Ну, во-первых, процесс набора, потом нужно познакомить их обязанностями. У нас есть специальный человек выделен для этого, координатор волонтеров, распределить задачи, потом в день мероприятия уже следить, чтобы все занимались своим делом, оперативные какие-то указания раздавать им. Это все очень непросто. Но все прошло хорошо? Да, с большего все прошло хорошо. Естественно, есть какие-то мелкие дочеты. На которыми вы будете работать, и на следующем делом в Раконе их не будет? Да, мы будем очень стараться, чтобы их было меньше. В таком большом и сложном деле довести все до идеала, наверное, невозможно. Но мы стремимся каждый раз его оттачивать. Просто всегда хочется поднять эту планку, сделать все лучше. И, конечно, что-то приходится переделать. Александр, вы принимали участие. Вы не просто были волонтером, но и принимали участие. Как оно? Ну, вот я перед этим за день в пятницу размечал, да размечал этот полумарафон. И на следующий день его ехал. Я думал, что будет неинтересно, как бы, то, что я проехал перед этим, и на следующий день ехать. Нет, совсем другие ощущения. Ну, там, гонка, скорость. Ну, обращаешь, да, внимание на свою разметку, но практически ее не видел. Я, ну, ехал, чтобы более-менее для себя проехать хорошо. Но все-таки суседи – это главное участие, либо это победа, ну, между прочим, участие. Либо у каждого свое. Вот для чего такое огромное количество собирается у нас на Гродничине? Для того, чтобы просто принять участие, либо для того, чтобы победить? Вот что движет каждым участникам? Ну, это, наверное, для многих уже как семейный праздник. Суседи, приехать всей семьей. Там не все же на результат едут. То есть это семейный праздник? Просто, да, чтобы проехать дистанцию, ну, и получить довольствие от этого. Я вам скажу. Немного хочу добавить. Мы старались всегда делать веломарафон суседи, подчеркивая, что он любительский. Конечно, есть сильные участники, спортсмены-любители, которые едут именно за призами. В первую очередь участвуют, чтобы взять места, призы. Есть люди, которые приезжают к нам для того, чтобы просто, в том числе, с семьей прокатиться в более медленном темпе, получить удовольствие. Поэтому мероприятие такое многогранное. Нельзя сказать, что это только для победы или только для участия. Каждый участник находит свое, ради чего он в этом всем принимает участие. И, ну, судя по отзывам, находит. Ну, делаем акцент на то, что и мероприятия носят и семейный характер, вместе с детками. Да, в том числе. Дорогие мужчины, я вам скажу, что среди нас есть человек, который, наоборот, на велосипед, да подальше от семьи. Андрей, как так получается? Вот люди на суседи, всей семьей с детками. А вот вы у нас тот человек, который, наоборот, на велосипед и по Грузии, подальше от семьи, от троих детей. Как вас отпускают? Ну, на самом деле, это не подальше от семьи, а от детей. Это подальше... Семья всегда в сердце, да? Она не всегда со мной, дочь со мной просится, всегда, папа, когда ты, наконец, возьмешь себя, я очень надеюсь, что мы с дочерью, ну, по крайней мере, в горы какие-то в ближайшее время попадем. На самом деле, это уехать от себя, от своих каких-то проблем, от постоянных... Ну, мы же крутимся, как белки в колесе, у нас какие-то проблемы, мы чем-то загружаемся. Вот освободить мозг, освободить душу, освободить сердце, вдохнуть туда вот этих положительных эмоций, ярких красок набраться, и приехать другим человеком, подарить себя, подарить какие-то... Ну, то есть привести вот эту частицу, вот этой природной красоты. Ведь едем в Грузию, мы в Грузию вообще, в горы, в велопутешествия, едем для того, чтобы получить эмоции, сделать свою жизнь ярче, потому что, когда твоя жизнь ярче, и ты становишься ярче, и с тобой людям интереснее. Вот для этого, это не бегство от семьи, вы не подумайте, не в курсе. Нет, конечно же, семья всегда с сердца, всегда со мной, совесть там не грызла, что я тут. Совести нет, потому что семья понимающая, ну, скучал, конечно, не хватало, конечно, хочется, хотелось бы так, эх, в едином порыве, вот, ну, каждому свое. Давайте мы покажем, за какой красотой Андрей отправился в Грузию на велосипеде, это была не соло-поездка, была компания друзей. Да, да. Вот, вот, вот мы видим все то, что он сфотографировал. Это уже солнечный Батуми, да, вот, мысли о семье давали о себе знать. Вот здесь вот они дали о себе знать. Да, да, это уже под занавес, это уже был такой релакс легкий, а вот это вот, это вот те горы, где мы с велосипедами в снегах застряли. Это вот креатив местных жителей на въезде в какое-то очередное село. Ну и, конечно, прекрасные горы, ни с чем не сравнимые, вот, очень много церквей, очень чтут память грузины. Мешали на дорогах? Вот такие транспортные средства интересные бегают. Так, а здесь интересная табличка была. Башня любви. Да, да, да. Это, опять же, мысли о семье. Вот, сванские башни. Вот. Как? Сколько? И зачем, мы уже поняли. Сколько сил потратили с друзьями на эту поездку? Ну, про денежку стоит говорить? Вообще, такие велоброски, они материальны, либо нет? Ну, скажем так, живем мы в палатках, на жилье не тратимся. Ну, у нас такой принцип, мы когда путешествуем, мы стараемся максимально слиться с природой. То есть мы берем спальники, палатки, топоры, ножи, берем какие-то газовые горелки на экстремальный случай. Вот, допустим, у нас в этот раз был экстремальный случай, когда мы застряли в снегах, был снежный перевал. Нам говорили, что, ребята, вы на великах его пройдете только через полтора месяца, не раньше. Но мы решили попробовать, у нас все получилось. Вы прошли раньше, через месяц? Ну, мы вторые были, нас опередили бельгийцы, пешеходники, которые там в полной экипировке взяли его на полдня раньше, чем мы. Но на самом деле мы берем, в случае экстрема, вот эти газовые горелки, и вот когда мы застряли в снегах, мы просто смогли себе приготовить еду, потому что ни дров, ни воды, мы когда топили снег в кружках. Ну, вот это такой экстрим, это такая вот еще цель поездки проверить, чего ты в ад. Мужик? Я и не мужик. Ну, можно так сказать. Ну, чего ты стоишь? То есть это вот, если, допустим, веломорфон суседи проверить, как ты в сравнении с другими, то здесь проверка, насколько ты можешь то, что ты хочешь, и насколько ты вообще силен духом, силен физически. Физически, конечно, было очень тяжело. Скажу честно, я там немножко подмывал сам себе, старался вслух не говорить, ну, потому что было очень жарко, и мы за день набирали 3 километра в высоту, вот набор по GPS-навигатору, вот, это было сложновато при температуре 40. Спасали, конечно, ручьи, спасали водопады, выливали на себя ведро воды, в себя ведро воды и ехали дальше. А потом были снега. А через два дня море. Вот такая вот она Грузия, и вот такой адреналин, ну, его сложно с чем-то сравнить. Да, вот это результат нашего двухдневного перевала. Но вообще правила дорожного движения запрещают передвигаться по снегу. В Грузии все разрешено, все разрешено. И штрафовали за это в горах снега. Все приветствовали, любая проезжающая машина приветствовала нас сигналами. Вот ручьи, перевал снега в поезд, через ручьи переправлялись, иногда переезжали, иногда переносили. Вот, это наша ночевка на высоте 2300 метров. Вот так вот было, а через два дня мы в одних плавках бегали по пляжу. Но это, наверное, тот случай, когда по Высоцкому, да, там, друга в горы. Да, вы знаете, в этот раз очень так это... Ты понял, с кем можно идти. Вот, люди, с которыми мы пошли, я бы им доверил свою жизнь. Вот, в какой-то экстремальной ситуации. Ну, пусть это будут горы на велосипеде. Говорят, что деньги они разруливают отношения и показывают друг тебе, кто ты не друг. В горы, пожалуйста, Андрей, знай дорогу. Да, Высоцкий был абсолютно прав. Можно воспользоваться его советом. Хорошо, а была все-таки мысль, когда хотелось поругать тебя за то, что отправился, за то, что семью бросил, троих детей, а сам неизвестно куда в снега, в костер с костром, снег растапливал в кружке. Честно, некогда было. Некогда. Ты думаешь, как залезть на этот перевал, как переночевать, не замерзнуть, как успеть поставить палатку, избежать дождя. Ну, то есть там все довольно так экстремально, расслабляться некогда было, на самом деле. Вот, когда уже прошли перевал, то мы уже там немножко расслабились, хотя на радость, что мы наконец-то можем ехать, а не ползти. Мы пролетели много красивых мест просто так на одном дыхании. Как оно, грузинское гостеприимство? Это сказки, либо это действительно факт? Я был два года тому назад, я был с детьми, с семьей, мы были в Грузии, и мне как-то, я понял, что это миф. Когда ты как турист, это одно, когда мы приехали в горы, совсем другое отношение. Там действительно, если ты, человек, посчитал тебя своим гостем, ты для него все, ты для него второй после Господа Бога. Тебе накроют, тебя спать уложат, тебе дадут. Упаси Боже, если ты предложишь какие-то деньги за, допустим, за угощение или за что-то. Это обижает людей. Достаточно выгодные путешествия. Действительно. Мы не пользовались, потому что мы видели эту искренность. То есть это не надуманное, что, ай, мы грузины, народ гостеприимный, и мы тут, сейчас тут сущие, мы тебе покажем, что такое, Грузия. Нет, это искренне, это в душах, ты действительно для них, ты как брат. Вот пока ты считаешься гостем, тебя спать положат, тебе последние достанут. В Грузию ехали не только с велосипедом, но и, наверное, сувениры какие-то с собой брали? Нет. Нет, в пустыне рука. Конечно. Это же, ну, многие привозят магнитики на холодильнике, вот все магнитики здесь. Нет, это с Грузии магнитики. А так вот, ну, едешь в другую страну, везешь какие-то сувениры в ответ на грузинское гостеприимство. Они там вам... Ну, мы, конечно, пытались им предложить нашу белорусскую тушенку, но по итогу грузины ее так вкусно приготовили, что мы, облизывая пальцы, ее всю... Вот. Вот самое главное, знаете, как... Да, она уехала с нами назад. Все понятно. В общем, велосипед у нас находится в студии. Андрей, на таком можно отправляться в Грузию, либо нет? На таком по горам скакать, наверное, будет здорово. Сейчас, я думаю, нам ребята покажут, что можно делать вот с этим чудом. Ну, конечно, в гору на нем ехать тяжело. Тяжело. Ну, а вот так вот, если кто-то клюнул на такую удочку от семьи, подальше от детей, в мужской компании, грузинское гостеприимство... Какие вот пунктики, обратите внимание на это, на это памятка такая, небольшой набросок? Я даже не знаю. Просто брать в душе позитив, с открытым сердцем ехать. Ну, это как в любую страну. Если ты едешь с открытым сердцем, люди любой страны, даже самые такие, которые, там, мы пугаемся, там, по телевизору и так далее, люди, они... Если ты с открытой душой, и люди к тебе, и люди, и горы, и озера, и реки, ну, оно как-то есть какая-то энергетика. Если ты приехал туда с добром, с радостью, то ты ее получишь обязательно тебе вернуть. Я по глазам вижу, что вот после этой программы все наши гости, они сразу в Грузию и покинут свои семьи за грузинским гостеприимством. Я не знаю, Антон, а вот вы на такое способны? Вполне возможно, но я бы не поехал. А почему? Зачем? За эмоциями, за природой, проверить себя на прочность? Без велосипеда, да, с велосипедом нет. С велосипедом нет? Нет. Но у вас не тот велосипед. Что у вас за велосипед? Ну, он для трюков специально сделан, на нем далеко не уедешь. То есть на этом велосипеде вы делаете трюки? Да, да. Мы покажем, на что вы способны. Но прежде я, наверное, расспрошу, как это к вам пришло? Не просто кататься, не просто участвовать в веломарафоне, суседи, такой вот марш-бросок, не марш-бросок, либо вот, пожалуйста, в Грузию и там вот в горах, а вы делаете трюки. Почему? Ну, история была таковато, что я когда-то давно играл в игру онлайн, ну, на компьютере, и получилось так, что один парень, который со мной играл, он с России, вот он этим занимался, и мы как-то с ним разговаривались, ну и в итоге произошло то, что я продал компьютер, купил велосипед. Продал компьютер, купил велосипед. Я думаю, что многие мамы просто ждут и дождутся, когда такое произойдет. Мама обрадовалась? Ну, на то время я уже жил отдельно. Но все равно же мама была в курсе, что компьютера у вас не стало. Ну, она как бы ничего не сказала, в принципе. Она радовалась в сердцах. Она не знала просто, что я много играю. Она просто... И она еще не знала, какой велосипед вы купили для чего. Да, да. Понятно. Ну, мы все говорим-говорим. Давайте мы сделаем паузу и посмотрим, что из себя представляет этот велосипед в деле, что из себя представляют трюки Антона. Потом мы вернемся и дальше продолжим его расспрашивать. Вставайте с нами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Александр, а у вас нет желания попробовать? Нет Я ничего не упустила? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Купили какой-то инструмент Какой-то собрали по знакомым Ну и организовали вот Насколько это может быть В уютном виде Веломастерскую Где находится ваша велокухня? Улица Железная Она такая Небольшая улица Район Табачной фабрики Вот там В гаражном оперативе В sür 경우에는 С AHU Если бы вы сдали гараж в аренду, вы бы за это получали какую-нибудь приятную мелочь. И уже бы за три года себе накопили на что-то приятное, на новый велосипед однозначно. Ну, как-то такой даже мысли не возникало. Вот видите, какая я рассчитываю. Ну, просто гараж находится, так скажем, вдали этого места, где я живу. И он использовался редко для ремонта машины. Ну, и там был запчастями завален. Ну, вот когда Саша, помню, поднял эту идею, она как-то немножко заглохла была. Я вот тоже как-то ездил по городу и думал, где бы какое недорогое помещение снять. И вспомнил про свой гараж. А потом что-то, да, в голову пришло. А гараж был мамин, и я спрошу маму, говорю, можно, ну, в гараже такое вот открыть? Он такой, ну, идея хорошая, но все равно пустует, ну, пожалуйста. И маме вашей тоже большое спасибо от всех велосипедистов. Да, ну и... Ребята, а отдача есть? Отдача от велосипедистов, которые приезжают. Вот вы говорите, что можно привезти запчасти, которые не нужны. Может быть, какие-то велосипеды, если кто-то уже не пользуется, тоже ведь пошли бы на разборку, либо нет? Можно, но велосипеды, во-первых, не все готовы делиться. Во-вторых, если кто-то уже привозит велосипед такой, который готов отдать, он в таком состоянии, что, скорее всего, из него уже ничего не получится. Поэтому мы берем, ну, если начинать принимать велосипеды, очень скоро закончится свободное место. Вы же понимаете, гараж – это небольшое помещение. Берем запчасти в основном, стараемся такие, ну, ходовые, которые часто бывают нужны. Ну, и то приходится отсеивать. Бывают среди них совсем безнадежные. Отдача есть в плане том, что, ну, растет сообщество вокруг этой велокухни. Особенно первый сезон было очень активно. Люди приезжают, пользуются услугами. Ну, кто-то находит компанию себе. В том числе, вот, покатушки иногда организовываются, как бы, центром, ну, как от велокухни. Удобно использовать, как такую базу в том числе. Я зашла на вашу страничку ВК, там тоже очень мило. Девушка пишет, еду, такой-то маршрут, у меня велопрогулка, присоединяйтесь. Да, да, в том числе для этого используем. Это оказалось удобно. Эта Оля, она для открытия нашей велокухни сделала очень много. Ну, одна из тех, кто… Все, что там есть, ну, снимаю сюжет, все, что там нарисовано, разрисовано, это все она делала. Мы действительно снимали сюжет, друзья. Большое спасибо. Давайте мы посмотрим, что из этого получилось. Алена Гизовская опередила многих желающих наших местных велосипедистов, отправилась в велокухню, посмотрела, узнала. Ну, и вот мы с вами заодно тоже посмотрим. Велосипед, как и любое транспортное средство, требует обслуживания. Но нередко ТО и ремонт двухколесного достаточно дорогостоящие. И не каждому велолюбителю по карману. Гродницам повезло. У них есть возможность обслужить и отремонтировать велосипед бесплатно. Бесплатно, но самостоятельно. Кто-то приезжает и думает, что ему сейчас все сделают здесь. Но это неправильно. Оно задумывалось, как мастерская самообслуживания, а не просто кто-то здесь будет им делать. Веломастерская, в которую можно приехать и воспользоваться имеющимися инструментами, работает в Гродно уже более двух лет. В одном из гаражей по улице Железной. Гараж – это один из велоактивистов. Он просто пожертвовал своим гаражом это все. Меня, я, он просто меня пригласил, потому что я тоже на велосипеде ездил. Ну вот мы помогали с инструментом, вот это все сделали, вот это все, оформляли все. Вот какого-то в апреле, по-моему, 7 или 8 апреля было открытие. Юрий – один из механиков, которые дежурят на велокухне. Сейчас их всего три, и мастерская, соответственно, работает три дня в неделю. С 18 до 21.00 по понедельникам и вторникам, и с 17 до 20 по пятницам. Стать волонтером-механиком, к слову, может и каждый из вас. Пол, возраст и образование здесь не важны. С обязанностями дежурного механика справится любой. Обязанности, ну, приехал, открыл, приедет человек, ну, всякие люди бывают, помог. Раз на раз, как говорится, не приходится. Один раз бывает, может, человек пять приедет, в другой раз один, может, и ни одного не приехать. Хотя два года назад, когда велокухня в нашем городе только появилась, желающих было намного больше. Да, было больше желающих, потому что, наверное, это было, сказать, как бы новинка, это было интересно. Вот, конечно, вот, может, поэтому. Сейчас как-то оно уже, как бы, ну, как обыденное стало. Это уже, как-то уже, наверное, не то. Может быть, не хватает какой-то организации этого. Ну, может, люди действительно не знают этого. Может быть. На Гродненской велокухне, кстати, не только ремонтируют велики. Здесь любят встречаться за чашкой чая и просто общаться на велосипедные темы. Присоединяйтесь и вы. Так, друзья, вы знаете, где можно бесплатно отремонтировать велосипед в нашем городе? Причем сделаем акцент, сделать и нужно своими руками, но с помощью тех инструментов, которые находятся на велокухне. А вот еще к вам можно приехать просто с печенюшками, попить чая и что-нибудь интересное расспросить про велосипеды, например. Или рассказать. Или рассказать, но вы, наверное, знаете больше всего, особенно все, что касается ремонта. У нас очень мало времени, но я не могу себе позволить не спросить вас, как выбирать велосипед, какие ломаются чаще, какие-то такие вот моменты. Ну, раскрывайте свои профессиональные секреты. Это же профессионально, если вы работаете так вот на велосипеде. Если совсем коротко, то не покупать просто самое дешевое. Это от многих неприятностей сбережет. То есть есть какой-то такой разумный минимум, ниже которого выбирать не стоит. Ну, если, конечно, не планируете все время посвящать ремонту. Ну, хотя бы рублей от 500 и выше, чтобы был. Хотя бы. Желательно, конечно, побольше. Ну, а выбирать нужно, во-первых, под способ катания, под стиль катания, который подразумевается. Если будете ходить в походы, это одно. Если будете делать трюки, это другой велосипед совсем. Если веломарафон, суседи и подобные мероприятия, то это третий велосипед. В первую очередь нужно понимать, для чего будете использовать. Для сего? Нету какого-то универсального? Первое, о чем вас спросят в магазине, это будет, для чего вы покупаете велосипед. А второе, это будет, сколько у вас есть денег. Универсального нету велосипеда? Ну, ладно, если не трюки, ну, хотя бы как-то совместить по суседей и горы. Суседей и горы можно совместить на одном велосипеде. ну горный все знают горный велосипед вот примерно такого класса можно в поход сходить и в гонке поучаствовать и но они популярны они продаются в любом темпе навороты которые есть велосипедах аксессуары все ли нужно что нам предлагают ну конечно нет это все больше много в этом есть маркетинга но по ходу использования вы сами поймете что вам нужно больше всего в первую очередь из того что нужно для безопасности может понадобиться фонарь передний и задний если будете вечером ездить шлем не помешает особенно если соревнования как он пришел со своим например для участия в суседях шлем вообще обязателен без него не пускают перчатки одежда специально велосипедная очень удобно и практично использовать со временем станет понятно что нужно если для похода велосумки багажник может понадобиться минимальный ремкомплект насос лапки там чтобы были шестигранники все что в дороге можно было это что-то себя отремонтировать потому что но многие кто не возят это далеко уезжают пробиваются ну и приходится велосипед тянуть там звонят ищут кто подвезет кто поможет это надо все с собой возить желательно еще раскроете секрет велосипед это все таки для вас развлечение либо это транспорт на котором вы например по городу катаетесь на работу ездите либо такого не было вообще для меня лет на 7 или 8 уже это как бы ну образ жизни то есть на работа на велосипеде да еще года три или четыре подряд я ездил круглый год и зимой ну вот эту зиму уже что-то зеленился ну так сказать создал семью уже немножко другие эти и зимой не ездил а так ездил на работу круглый год значит вам есть что сказать нашим телезрителям которые смотрят сейчас программу просто меня натолкнула на эту идею новости я читала о том что по велодорожке больше ходят пешеходы нежели велосипедисты вот сейчас можно попросить наших уважаемых пешеходов все-таки замечать эту разведку на тротуаре либо пешеходы вам не мешают вообще вот как настроение когда ты двигаешься по дороге если помехи ну я могу сказать ну извините что я вот на себя одеяло перетяну я очень активный автомобилист очень активный велосипедист и очень активный пешеход я все это люблю и я скажу из своего личного опыта единственное где я чувствую себя немножко ущемленным это когда я на велосипеде пешеходы просто они не знают как будто не знаю что существуют велосипедисты они ведут себя непредсказуемо они доброжелательно все хорошо но они непредсказуемы с ними тяжело автомобилисты стали как-то злиться на нас я не могу понять почему я сам автомобилист у меня у меня к велосипедистам вопросов нет я езжу на автомобилей очень много вот но почему-то со стороны автомобилистов какой-то негатив появляется вот мы были в грузии там все сигналы приветствовали вылазили по пояс из люков и кричали ребята вот совсем другое отношение вот поэтому хотелось бы попросить всех в том числе велосипедистов и чтобы мы другу вас приветствовать улыбались радовались ну там уступали дорогу не пугались не пугайтесь велосипедистов мы просто мы вас объедем не волнуйтесь спасибо ребят спасибо за ваше хорошее настроение за ваша душевная история за велокухню отдельное спасибо от всех велосипедистов у нас программа подошла к своему завершению к сожалению больше нет времени поэтому мне всем хочется пожелать вам всегда хорошего настроения ну а велосипедистам отдельный привет всегда попутного ветра вам до свидания а